Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре очередные художественные фильтры, на этот раз от компании WalkingWay, которые называются SlimSoft. Приходят они вот в такой тоненькой коробочке, и в общем-то в кейсе, в одном кейсе инструкции есть, в другом кейсе инструкции нет. Но это как бы не самое важное. Огромное спасибо компании WalkingWay за предоставленный фильтр на тест. Это очень дешевые светофильтры. В период распродажи 11 ноября они стоили на Алиэкспресс порядка 350-370 рублей, короче, они стоили. В общем-то, SlimSoft. Я никого не призываю покупать эти фильтры, не подумайте мне неправильно, мое дело показать вам, какой эффект они дают. И мы их сегодня сравним еще с фильтром от Seven Artesans, то есть это с Black Mist фильтром, который достаточно дорогой. У меня здесь есть 1.4 и есть где-то на объективе стоит на Sony 1.8, по-моему, как раз на там Роне здесь они и стоят. Пишу я, кстати, не на Sony сегодня. Это Canon R5, 28 мм 1.8, параметра до 50-180-200, стандартный профиль BB5-600 и вот в эту радиосистему Seven Rimes DW20 Pro пишем. Как раз я ее сегодня тестирую. В общем-то, хорош базарить. Я вам покажу сейчас примеры прямо вот в реал-тайме, так скажем, да, и примеры того, что я с ними подснял для обзора как раз канона. Ну а сейчас я накину вот этот Slim Soft 1 эффект. То есть вы насмотрелись, думаю, на эту картинку. Сейчас автофокус мне поможет вам показать сам фильтр. В общем-то, у нас такой очень-очень дешевый фильтр. И когда мы будем его накручивать, вкручивать в объектив или в переходные кольца, как в моем случае, будет характерный такой скрежет. Вот, накрутил этот фильтр. Walking Way Slim Soft 1. Мы можем видеть, как подразмылись здесь хайлайты. В общем-то, вся картинка стала такой более софтовой. Как по мне, этот фильтр неплохо подойдет для камер, которые дают изначально такую перешарпленную картинку. Типа вот, как у меня было давно Nikon D5100, есть Nikon D3200. Я не говорю, что сейчас такие камеры там люди покупают, да, но разные камеры бывают. Самые простые, они пишут в стандартных профилях и чаще всего дают перешарпленную картинку. Возможно, там эти фильтры пригодятся за свою сумму. Почему бы нет, да, дешевле защитного фильтра. Но всегда вы можете написать в комментах, где бы вы использовали такие Slim Soft фильтры. В общем-то, кстати, инструкция полностью на китайском языке. То есть, здесь даже английского нету. Здесь только-только китайский, поэтому никакого интереса она нам не представляет. Откидываем. На самих фильтрах используется такое напыление. На единичке оно, кстати, такое равномерное, а вот на двоечке оно такое, знаете, как пучками такими, как пятнами. И поэтому двоечка как раз портит бакэшки. Я покажу это на примере фото, я покажу это на примере видео, как портится бакэха. Сейчас сниму единичку и накину двоечку. И вот теперь Walking Away Slim Soft двоечка. Смотрим, да, картинка вообще стала как будто в каком-то сне. Хочется глаза словно протереть, как будто объектив чем-то заляпан. Ну, в общем-то, эффект такой специфический, как во мне. И нужен прям в каких-то единичных, возможно, ситуациях. Не для всех, короче, стекляха. Снимаем, смотрим опять обычную. И потом поставим Seven Artisans Black Mist 1.4. И вот мы увидим картинку без фильтров, как обычно. Кстати, очень клювые кейсы у Walking Away. Несмотря на то, что фильтр дешевый, кейс вот такой с жесткой такой заглушкой, с защелкой. И точно не раскроется кейс, даже если фильтр куда-то упадет. То есть прям так жестко, офигенно. Кстати, подписчики у меня в чате, в телеге сказали, что у K&F Concept такие же кейсы для фильтров. Потому что вот, например, у Seven Artisans здесь очень простой кейс. Если он упадет, он точно откроется. А открывать его не очень удобно. Но зато сам фильтр у Seven Artisans сделан реально лучше. То есть прям он такой потяжелее. Знаете, напоминает разницу между дешевыми-дешевыми фильтрами и тем же BMW. Все знают, BMW защитные фильтры у них. Они очень тяжелые, прям металл хороший. Такой алюминий используется в оправе, наверное. Или что там используется. Ну, короче, вот этот Seven Artisans 1.4 Black Mist. Ставим его. Обзор я на него делал, можете на канале посмотреть. И вот теперь Seven Artisans Black Mist 1.4. Смотрите, кстати, как засветился сразу вот этот источник света. Потому что Black Mist, он, ну, как Mist-фильтр, он больше воздействует именно на светлые участки изображения. То есть темный он задействует меньше. А софт он размывает, как я понял, всю картинку. То есть софтит ее. Вот, короче, я, честно говоря, не знаю, где бы я эти фильтры вообще использовал. Но Mist мне нравится. То есть вот для таких product-шотов, видео, где нужно крупно показать какой-то объект, вот даже вот пример вот этот с R5, я бы там использовал. То есть вот Slim Soft 1 я буду использовать 100%, потому что эффект такой прикольненький создается. Чтобы на посте потом это не делать. И Mist 1.8 я там тоже буду использовать. Но, короче, у Mist-а какой прикол. То есть я снимал камеру, вот эту Canon R5, и у меня свет стоял Ambit Full A2, он сейчас сверху там стоит. Он стоял сверху вот так здесь. И получается, что он светил также в объектив. И вот с Mist-ами создается засветка такой пеленой. Очень сильная засветка. А с Slim Soft'ами она не создается. То есть в этом большой плюс, что не надо тебе чем-то сверху еще отгораживать, потому что бленда не спасает вообще. Снимаем фильтр, чтобы закончить с нормальной, с обычной картинкой. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо огромное, что смотрите мой канал, поддерживаете меня, цените мое честное мнение. Спасибо, опять же, компании WalkingWay за предоставленные фильтры на обзор. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока. Увидимся.